Приятного аппетита всем, кто кушает. Остальным добрейших вечеров, друзья. 8 марта близится с каждым днём, с каждой минутой приближается. Поэтому должны подготовить наши мы с вами талии к тому, чтобы кто-то же будет пытаться обнять вас, будет искать рукой вашу талию. Не нужно его расстраивать или её нужно дать ему вашей талии восхититься и насладиться. Поэтому сегодня в беде вас не оставлю. Конечно же, талию мы с вами сформируем осиную талию, так называемую. Не лосиную, от слова не лось, а ось, оса. Осина значит. То есть это означает, что она тонкая, очень тонкая, если кто не знал. Почему у некоторых она пропадает? Потому что вот у нас, друзья, с вами скелет, положение костей его зависит от состояния мышц. Что же талию нашу формирует? Определённые мышцы, вот здесь видите, это 12-е ребро. Именно из этого ребра женщина была создана из одного. Это то самое ребро, из которого произошла Ева у Адама, но оно снова имеется вот здесь вот тоже. И именно к нему прикрепляется квадратная мышца поясницы, 12-м. И вот это расстояние между 12-м ребром, назовём его ребро Евы, оно с возрастом может уменьшаться, а может и не с возрастом. Ну то есть оно склонно к тому, чтобы уменьшаться. Что уменьшает его? Вот эта мышца, квадратная мышца поясницы. Она не совсем квадратная. Вот здесь видите, она будет не квадратная. Она будет в идеале, она должна быть другая. Кто разбирается в геометрии, вот эта вот фигура, как называется она? Вот это квадрат, а вот это вот, что это, параллелограмм, вот это вытянутый. Прямоугольник. Прямоугольная мышца должна фактически называться. Ошибка этого, но уже никто не исправит, уже все привыкли так называть. Квадратная мышца поясницы, и она как раз начинает укорачиваться. Вот это расстояние уменьшаться начинает между 12-м ребром и подвздошной костью. Вот эта подвздошная кость. И таз наш, он начинает, что делать? Вот так начинает разворачиваться назад, склонный к такому развороту. Нам надо его развернуть обратно, чтобы вот это расстояние увеличить. Это первое, что нужно сделать. И второе, живот же нам надо втянуть же обратно. Для этого нам нужны косые мышцы живота еще. И сегодня, друзья, прямо на ваших глазах я что сделаю? Я себе создам талию. Вот здесь вот, на этом месте, вот сейчас, где вы видите, вот это вот живот. И вот здесь с помощью метра. Сейчас я измерю расстояние от точки А до точки Б на своем животе. И посмотрим изначально, сколько оно у нас будет. Чтобы тоже вы видели. Так, поближе, ну-ка, как рано пододвиньтесь. Что это? Ну, с учетом одежды. Я в этой же одежде тоже в конце буду мерить. Получилось 95, 90. Если натянуть, вот 95. 95 пусть будет. Погрешность чуть-чуть есть. 95 до начала. Запишите себе. Я-то запомню. Итак, 95 сантиметров. Это у нас исходная точка. Теперь что мы будем делать? Сначала мы с вами, чтобы улучшить тонус мышц живота передних, прямая мышца живота, поперечная мышца живота. Мы сейчас с вами подрасслабим квадратную мышцу. Смотрите, что я буду делать для этого. Движение очень интересное. Для этого валик мы берем. В домашних условиях это может быть просто у вас, допустим, подушка, на которой вы сидите, на которой вы лежите. Разницы нет. Мы сюда с вами положим свои ягодицы на эту подушку. Приподнимется у нас поясница. И вот этой точкой, вот, там, где у вас находится пятый поясничный позвонок, его остистый отродчик, или четвертый, не так важно. Вы вот этим местом, вы будете стараться дотянуться до пола, вот так вот, туда. И при этом таз ваш будет разворачиваться, мышцы живота в тонус приходить. А теперь смотрим на уже живом человеке, не его скелете, как это делается. Пока уберем. Вот этот метр тот же самый, смотрите. Вот сюда кладу, чтобы потом не говорили, что другим метром измерил. Поэтому у тебя там такая разница между сантиметрами. Нет. Обманывать не буду же. Итак, смотрите. Как и говорил, под ягодицы свои положил. И теперь пятым своим поясничным позвонком устремляюсь к полу. Вот здесь ноги согнуты сначала вы делаете. Если же вам легко слишком, вы ноги начинаете выпрямлять и тоже пытаетесь это сделать. И вам нужно для начала, согнутыми начните, вам нужно вот таких вот движений сделать 10. Дотянуться позвонком до пола, положить ровную поясницу на пол. При этом руки, если вы положите на свой живот, почувствуйте, как мышцы живота напрягаются при этом. И сделайте вот таких вот 10 движений. Потом отдохните секунд 15-20 и повторите еще раз 10 делайте. Если же слишком легко, тогда вы ноги попробуйте выпрямить. Но со временем вы тоже усложняете это упражнение тем, что ноги выпрямляете. Сначала два подхода вы делаете в движении и один в статике. Статически вы положили свою поясницу на пол. Мышцы живота контролируете руками, чтобы они напряженные были. И в этом положении задержитесь на 20 секунд. В чем особенность этого упражнения? Дело в том, что когда мышцы живота слабеют, они начинают избыточно участвовать в дыхании. Когда же мы таз с вами сейчас подвернули, живот напрягли, у нас начинает участвовать в дыхании уже больше именно квадратная мышца поясницы. Расслабляться во время вдоха, а также больше участвуют ребра. Именно вот эти участки задние, они начинают активнее участвовать в дыхании. И поэтому наши квадратные мышцы поясницы начинают уже расслабляться. Уже не так сильно напряжена, нагрузка переходит на мышцы живота. Итак, это первый этап. Мы с вами активизировали прямую мышцу живота, нижнюю ее часть, таз немножко подвернули, квадратную мышцу подрасслабили. Что же дальше, друзья, хочется вам узнать? А дальше мы с вами поработаем над косыми мышцами живота. Мы улучшим с вами подвижность грудной клетки относительно таза. Потому что у тех, у кого талии нет, эта подвижность, она слабая или практически полностью отсутствует. Тест можете вот такой провести. Когда делаете поворот перед зеркалом, обратите внимание, таз крутится вместе с вами или же на месте остается. Вот, должен на месте оставаться в идеале. Как тренировать, смотрите. Стульчик берете, на него садитесь боком, не так, как вы привыкли, а боком вот так вот. Видите, неправильная посадка на стул, так называемая. Здесь ноги перед вами стоят, а сами вы за спинку стула взялись руками и начинаете поворачиваться и рукой вот этой себе помогать делать поворот, а этой себе помогать делать поворот тоже начинаете. Обеими руками, так сказать, помогаете повернуться. И при этом повернулись до упора, расслабились. Но здесь есть особенность. Если вы замечаете, что нога вот эта вот тоже с вами начинает поворачиваться, упираться в спинку стула, что вы делаете? Есть так называемая хитрость. Вы берете валик, мячик, зажимаете между ног, вот так вот, и делаете вот этот вот поворот. Повернулись. Здесь вы можете чувствовать натяжение между как раз ребрами, тазом, мышцы живота могут напрячься. Сделали движение, дошли до сопротивления, задержались на секунд пять, расслабили. Еще раз задержались и расслабили. И делаете десять таких повторов в одну сторону и, конечно же, в другую сторону. Может быть, когда вы будете делать упражнение, может оказаться так, что в одну сторону поворот у вас будет получаться более свободный, чем в другую. Такое бывает. Если что-то хрустнуло в спине, бояться не надо. Это просто сдвинулся с места сустав, который давно не двигался. Сделали движение, расслабили. Повернули себя немножко руками, расслабили. Тоже десять повторов делаем в другую сторону. Помогаем своему позвоночнику восстановить подвижность былую. Как? Во сколько лет он хорошо у вас двигался? Пятнадцать, например. Пятнадцатилетний возраст возвращаем своему позвоночнику. Омолаживаем, получается, да? Итак, друзья, это у нас был второй этап. Третий этап. Активная подвижность. Вернем активную подвижность позвоночнику. Вот такой валик берем. Что делаем с ним? Ставим между своим тазом и стеной. Вот так. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы таз зафиксировать. И теперь мы начинаем поворачиваться. И рукой надо нам дотянуться вот до этого валика. Но поворачиваем еще и плечо вместе с рукой. В одну сторону делаем это движение. Потом в другую сторону делаем движение тоже. Здесь сначала начнете. Окажется, что в одну сторону более свободный поворот будет получаться. В другую сторону чуть похуже он может получаться. Не расстраивайтесь. Просто продолжайте. И через дня 3-4 уже эти повороты у вас станут одинаковыми. Более симметричными. И потом попеременно. В одну сторону, в другую сторону. Дотягивайтесь. Вот эти места. В одну сторону, в другую. Тоже 10 раз в одну, 10 раз в другую. И потом 10-15 раз попеременно это движение делаем. Итак, друзья. Думаете, все? Нет? Еще нас ждет последнее контрольное упражнение, которое нагрузит наши мышцы еще больше, еще мощнее. Делается оно с помощью специальной резинки. Вот такой вот. Итак, смотрите, друзья. Это тоже лайфхак. Жизненный опыт получается. Вот как ее зафиксировать? Вот сюда лучше. Не за ручку она отрывается, а вот сюда, вот в эту часть двери. Вот так засовываем. А можно еще на другой стороне узелочек сделать, чтобы наверняка держалось. Вот так закрываем. На уровне локтя нужно закрепить резинку. Взяли мы ее. Руку вот сюда засунули. Тоже до уровня локтя. Встаем вот таким образом. Руку ставим вот сюда. И начинаем поворачиваться. Рукой тянуть. Вот такое вот движение делаем. Тоже при этом стараемся таз удержать на месте. Если у нас левая рука, левую ногу ставим вперед. Таким образом таз меньше будет у нас поворачиваться. Больше будет нагрузка на мышцы живота. При этом вот рука, которая у нас впереди оказывается, не должна уходить вот сюда, поворачиваться тыльной стороной вперед. Лучше ее держите большим пальцем вперед. Либо ладонью можно вот так вперед вообще развернуть. Это для того, чтобы у вас избыточно плечо не уходило вперед. Нагрузка шла только на мышцы живота. И то же самое движение вы делаете с другой стороны. Вот так вот уже представляете во время этого упражнения, как будете на 8 марта получать цветы. Как будете радоваться. Как будете веселиться, танцевать с новой тонкой талией. Буду завидовать вам, другие женщины. Спрашивают, откуда у тебя такая талия тонкая стала. Вы скажете, вот смотрела канал Антона Алексеева на ютубе. Выходит каждую пятницу подписано. Тоже вот подпишитесь, у вас такие же будут. Они скажут, ой-ой-ой, конечно, быстрее, быстрее, быстрее. Надо подписаться, смотреть новые видео. Тем временем, видите, что делаю? Мерю. Сам не знаю пока, какой результат будет. Вдруг больше. Итак, друзья. Ай-яй. И все ведь не зря. Смотрите-ка. 91. Почти что. Мистер Олимпия, да? Минус. Какой 4? Пусть 5. Округляем до 5. Минус 5 сантиметров. За какие-то считанные минуты. А, друзья? Кто со мной делал? В комментариях. Ну-ка напишите, сколько сантиметров вы потеряли. Друзья, расстроены ли вы этим? Или наоборот, обрадованы? Потому что эти сантиметры, они же были у вас, сопровождали вашу жизнь. Это как бы все ваше. Куда оно пропало? Неизвестно, воздухом ли ушло. Или ушло там, растеклось по организму. Мышцы ушло. Ну что, друзья? 8 марта приближается. А значит, скоро увидимся. До новых передач теперь. Занимаемся спортом, пишем лайки, ставим комментарии. Помогаем родителям. До новых передач. У кого талии нет, друзьям тоже отправляйте. Нет, просто отправляйте друзьям. Редактор субтитров А.Семкин